На помощь утопающим. Так на извлечение пострадавших выдвигается спасательный отряд. С открытием летнего сезона чрезвычайные ситуации дело нередко. Сегодня же это отработка учебных задач. Сегодня мы проводили мероприятие по оценке готовности подразделений сил и средств Алтайского края к действиям по спасению людей на воде. А также оценивали готовность взаимодействия различных служб в спасательных операциях. Мероприятие показало высокий уровень готовности подразделений и технических средств, считает Александр Макаров. У нас достаточно многоцелевое подразделение. То есть и на маломерных судах работаем, и работаем водолазные, поисковые работы различные, подводно-технические работы. Это и обследование, и помощь в ремонте гидротехнических сооружениях осуществляем. Сегодня, по легенде, на маломерном судне возникло возгорание. Два человека оказались в воде, два на борту и нуждались в помощи. Специалисты эвакуировали пострадавших, потушили пожар, как с берега, так и с маломерного судна с помощью плавающей мотопомпы. Движения для водного транспорта в зоне проведения спасательных работ перекрыли. Использовали различную технику. Это и беспилотные авиационные системы были, и пожарная техника, техника, которая непосредственно для оказания помощи на воде. Всего задействовали 24 единицы техники и команды опытных спасателей. Так Павел Беляев с 30-летним стажем работы рассказал и о реальных, чрезвычайных ситуациях. Что касается маломерного флота нашего, то есть лодок, наиболее такой запоминающийся случай был, это 2014 год, когда большой паводок случился. Мы работали в республике Алтай по эвакуации населения, сначала в поселке Козелозек, потом в поселке Южном. Ну, на огромном течении, то есть из домов приходилось вытаскивать людей через бульон с камнями, вывозить на берег обетованный. Ну, сложно было, страшно. Добавим, подобные мероприятия прошли сразу в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Юлия Щепина, Егор Волков. День с толком. Юлия Щепина, Егор Волков.